Всем привет, и у нас новый видеоролик, который мы возродим ранее очень популярную программу на телевизоре, это такси. Суть программы была в том, что люди садились в такси, им задавали вопросы, и за правильные ответы на эти вопросы они получали деньги. И сегодня мы попробуем сделать то же самое, но только на Моджестике. А перед просмотром хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видеоролику, ведь ваша поддержка, она очень важна. Ваши лайки продвигают видеоролик в массы, соответственно, помогают набрать аудиторию и покорять новые вершины. Так, может быть, и до медички дойдем. А сейчас приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, и погнали. А пока я демонтировал, произошла одна ситуация, как в одном меме. Я придумал шутку. Водитель такси здорового человека, водитель такси курильщика. Стоять, полиция! Какая полиция, я тебя боятся, что ли? Эх! Подожди, я не понял, что это... Да я пошутил. Поздравляю, спасибо за участие. Удачи вам. Да, и вам удачи. А у нас потенциально новый участник в нашем шоу, да? Здравствуйте. Да-да-да. Как вас зовут? Либо. Либо. Смотрите, у нас необычное такси. Мы можем либо просто доехать до вашей точки, либо же у вас есть шанс заработать. Я вам задам несколько вопросов из школьной программы. Если вы будете правильно отвечать на эти вопросы, за каждый правильный ответ вы будете получать 5000 долларов. Хотите поучаствовать? Ну, тебе надо деньги раздавать. Ну, смотрите, это уже как бы, в принципе, мое такое дельце, которое... Ну, я же не просто так это делаю, а у вас есть шанс заработать, как на это смотрите. Да я и не нуждаюсь. Ну, давай-давай. Ну, смотрите, вы можете, в принципе, все, что выиграть, мы можем найти какому-нибудь новичка и выигрыш передать ему. Ну, кому-нибудь другому передашь бонусом, кто правильно ответит. Хорошо, я понял. Давайте, давайте тогда я вам начну задавать вопросы. Первый вопрос. На каком континенте живет меньше всего людей? Я все школьные, блядь, вопросы. Ну, это школьная программа, да. На каком континенте живет меньше всего людей? Я даже не знаю, какие есть континенты. Ну, вот есть Евразия, есть Северная Америка, есть какая-то Южная Америка. Еще континенты есть, а еще есть континенты, я не все назвал, потому что... Да я даже эти не знал. Я понял, я понял. Ну, смотрите, нет, это неправильный ответ. Меньше всего людей живет в Антарктиде, это континент, Антарктида. А там люди особо не живут, там медведи обитают больше. Ты чё, там 2 плюс 3 спроси, я хуй не знаю. Ну, блин, ну это перевод. Давайте следующий вопрос. Какой поэт посвятил любимому городу строки? Москва, Москва, люблю тебя как сын. Пушкин пусть будет. Ну, к сожалению, тоже неправильный ответ. Это Михаил Юрьевич Лерн. Так, давайте чуть такой немножко вопросик про животных. Никого я не заработал на личном. Ну, получается так. Следующий вопрос. Зимородок, хищник. Назовите главное блюдо меню зимородка. Животное есть такое. Зимородок, это хищник. Чем он больше всего питается? Вот особенно зимой, когда всякие букашки от земли уходят. Вот что остается, в принципе? Ебать, я не ебу даже, что это. Я, кстати, до этого вопроса тоже не знал, что это такое. Ну, я вижу ответ, поэтому... Так, ну давай, просто в небо, пальцем в небо получится отгадать. О, а хоть сухопутный? Ну, это прям такой ответ, который, если я скажу, да или нет, это прям подскажет. Чего вас? Чего вас? Так, скажем, у него нет особой конечности у этого животного. Да? Змея. Зайцами, нахуй. У зайцев нет конечности, ладно. Зайцами питается. Ай, ну нет, это питается рыбой. Акула, там рыба, динозавр. Это пиздец, брат, садись, отвечай на. Я пошел. Ладно, спасибо за участие. Это точно. Что еще у нас? Что может быть? Давайте я вас объясню. Я уже на месте. Здравствуйте. Так, нам ехать всего полтора километра, но дело в том, что вы попали в необычное такси. Такси, в котором можно заработать. Поэтому я вам могу предложить либо просто доехать до нашей точки, либо же дать вам шанс заработать за каждый правильный ответ в 5000 словах. Что выберете? Конечно, давай попробуем. Отлично. Вопросы из школьной программы. Есть возможность позвонить другу, если не знаете ответ на вопрос. Есть возможность спросить у прохожих. И, соответственно, первый вопрос. Какая древняя цивилизация построила комплекс Мачу-Пикчу в Перу? Как думаете? Возможно, играли в цивилизацию. Бачу-Кутик и Банки. Это вы ответом из цивилизации отвечаете? Пачу-Кутик? А есть какое-то более точное название всего этого? Слово из четырех буквально. Название цивилизации. То есть Пачу-Кутик... Ну, основать Пачу-Кутик и Банки. Ну, это конкретный человек, а нужна цивилизация. Пачу-Кутик это бождь. Посмотрите, в принципе, вы правильно ответили. Это Инги. Сейчас вот тут, это Инги. Вот. Вы за нашу поездку заработали пять тысяч долларов. У вас не слышно, если что. А сейчас меня слышно? Сейчас слышно. Отлично. А вы можете поставить еще меточку, и мы доедем до следующей меточки. Я вам задам еще парочку вопросов. Мне сюда надо как раз мою машину. Я понял. Ну, давайте я вам последний вопросик задам, хоть мы уже доехали. А задам последний вопрос. Вообще, максимально быстренький такой вопросик, я думаю, вы быстренько его ответите. Все заработаете еще пять тысяч долларов. Элементарный вопрос. Сколько сторон у шестиугольника? Так, ну, а у шестиугольника можно? Шесть. Ничего себе, это вы просто гений. Отлично, заработали еще пять тысяч долларов. Сейчас я вам их передам, и всего доброго. Все, спасибо за участие. Ничего себе, спасибо. Хорошего дня вам. Вам тоже хорошего дня, до свидания. А не хотите бросить свою машину и поучаствовать в викторине? В викторине такси. Нет, я так-то могу еще прокатиться с вами. Ну, вы уже участвовали, спасибо. Я бы так по городу катался нормально. Но у нас конечное количество вопросов на человека. Конечно, не два, но если мы поехали бы дольше, там, чем вопросиков пять бы я вам позвонил. Ну, а вот это я лошарил. Так, ладно, поеду искать еще. Да, блин. Блин, вот, блядь. И шестиугольник он просто шел в следующий по списку, это пиздец, конечно. Сколько сторон у шестиугольника? Он, кстати, задумался такой, ну, может быть, какой-то подъем здесь есть? А, нет, его не было. Так, ладно, поехали еще тогда. Ужаска? Да, давайте, посадуйтесь. Ну, скажу вам то, что вы попали в необычное такси. Такси, где можно заработать. Я вам могу задавать вопросы из школьной программы. За каждый правильный ответ на вопрос вы получите пять тысяч долларов. Хотите поучаствовать? Воу, конечно. Отлично. Вопросы из школьной программы такие не особо сложные, но все равно нужно проявить смекалочку. Поэтому давайте, погнали. Если вам нужно 1,2 стакана муки, а у вас есть только 1,4 мерного стакана, сколько раз вам нужно использовать его, чтобы получить нужное количество муки? Чтобы я переделываю, если повалим два, или пять. Ну, смотрите, вам нужна 1,2 стакана муки. А у вас есть мерный стакан. Да, у вас нужна 1,2 стакана. А у вас есть мерный стакан, в котором 1,4. Сколько вам нужно раз использовать этот стакан, чтобы насыпать нужное количество муки? А у меня нет. Ну, 1,2 стакана с муки. А у вас плохо слышно? Можно чуть погромче? Не слышу ответ. Столько иногда 1,4 стакана. А сколько раз нужно использовать стакан с 1,4, чтобы получить 1,2? Именно количество раз используется? 1,1, но 1 раз. 1 раз? Чтобы получить 1,2, нужно всего 1 раз? Да. Даю вам еще раз ответить на этот вопрос. Смотрите, 1,4 стакана это 1,4, правильно я понимаю? Ну, это 1,4 стакана. Вот 1, это полный стакан. У вас есть стакан, который вмещает 1,4 стакана. А вам нужно 1,2 стакана. Сколько раз нужно использовать 1,4, чтобы получить 1,4? 2,4 стакана. Два раза, два раза, Карл. Так, ладно, давайте. Ой-ой-ой, ДТП, ДТП. Давайте следующий вопрос. Знаменитая трилогия Льва Толстого начинается повестью детства. А какой повестью она заканчивается? Повестью заканчивается? Да, то есть, ну, видимо, как главы есть там раздел. Вот начинается с повести детства, а заканчивается эта трилогия. Какой? Детство, юность, что-то отрочество, я не помню, детство, юность, отрочество. А вы, кстати, назвали один из правильных, точнее правильный ответ, просто осталось юность. Юность, все, правильно, заканчивается юность. Вы заработали 5 тысяч долларов, ответят на один вопрос из двух. Сейчас вам их передам. А еще вопросы будут? Ну, вы можете поставить еще метку куда-нибудь, мы с вами приедемся. Максимум я могу вам задать 5 вопросов. Вот так. Все, выдвигаемся. Напоминаю, что у вас есть подсказки, это возможность позвонить другу и спросить у прохожего, если вы не знаете ответ на вопрос. Отлично. Да, давайте перейдем к следующему вопросу. Это сколько прямых углов понадобится, чтобы превратить острый круг в один тупой? Еще раз повторю вопрос, сколько прямых углов... Это 108 градусов прямого угла? А вот это я вам задаю вопрос, нужно додуматься. Два угла. Смотрите, еще раз повторю, сколько прямых углов понадобится, чтобы превратить острый угол в тупой? Давайте вам дам варианты ответа. Один или два? Я думаю, это два. Нет, я думаю, один, 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 один. Один это правильный ответ. Я не ответил. Отлично, отлично. Так, вы заработали пять тысяч долларов. Я вас поздравляю. Так, смотрите, у нас с вами остается... На один вопрос вы ответили до этого правильно в прошлой нашей поездке. Сейчас ответили правильно. Я вам задам еще три вопроса. Вопрос сейчас будет такой немножечко сложный. Это нужно знать историю. Как звали последнюю королеву Франции? Напоминаю, вы можете воспользоваться подсказкой. Давайте позвольте другу. Давайте звоните другу. Как зовут друга? Его зовут Невербори. Давайте. Я поеду помедленнее, чтобы у вас было чуть больше времени. Короля или королеву? Как звали последнюю королеву Франции? А вот Невербори. Как звали последнюю королеву Франции? Ты думаешь? Он готов замену вопроса в 3 часа. Он будет позвонить Елизавета. Елизавета? Мне кажется, он прутает с Российской империей. Дам подсказку, что у меня вылетело ЛПС-ка. Ну это пиздец какой-то. У меня вылетело ЛПС-ка, блядь. Вот, точнее, этот, ГТА-шка. Пиздец. Офигеть, у меня просто вылетело ГТА. Вместо выхода. Я надеюсь, он там еще. Просто. Как так? Так, вот такой мы уже почти доехали. У меня полетело ГТА. А почему я здесь заспавнился? А почему я заспавнился здесь? Я же вылетел. Офигеть. Офигеть. Блин, челик, если ты смотришь этот видеоролик, то, блин, извини, я не специально. У меня вылетело ГТА-шка. Он еще пятак заработал. Твоему пятак не передал. Слушай, если ты смотришь этот видеоролик, отпишите, я тебе десятку дам. В качестве извинения, но я здесь не виноват. А сколько ты такая стоит? Могу продать до 20-го дамы. Блин, ну он вообще близко поставил. Здравствуйте. Вы попали немножко в необычное такси. В такси, где можно заработать, отвечая правильно на вопросы школьных программ. Хотите поучаствовать? Хорошо, согласен. У нас точку достаточно близко стоит, поэтому, я думаю, мы успеем только один вопросик вам задать. Поэтому давайте я вам сразу его озвучу. Какая сила притягивает объекты к поверхности Земли и удерживает людей на ней? Какая сила? Нет, вот смотрите, вот есть лёгкие, а есть... Тяжёлые. Вот сила какая? Тяжести. Сила тяжести, это правильный ответ. Заработали 5 тысяч долларов. Мы с вами доехали, сейчас я вам передам 5 тысяч, и спасибо за поездку. Спасибо, Ваше. Спасибо за участие, всего доброго. Здравствуйте. Я понимаю, конечно, у вас спорт болит, но не хотите проехать на такси и поучаствовать в программе такси? Да ещё раз проехать на такси, что? И поучаствовать в программе такси. У вас будет возможность... Не, не хочу ещё, отвечая правильно на вопросы. Точно не хотите? Подожди, сейчас друга подожду, с кем будем вместе. Ничего себе, ну давайте, да, давайте. Так, давайте объясню правила. Смотрите, ставите точку, мы с вами едем на точку. Пока мы едем, я вам задаю вопросы. Вопросы из школьной программы, вы на них отвечаете, за каждый правильный ответ получаете 5 тысяч долларов. А может мне так же, может я тоже, может я тоже. А у нас уже есть участники. Пошли, не нахуй, два я лучше буду. Всё, поехали. Я заплатила. Всё, отлично, поехали. У вас будет две подсказки. Первая подсказка — это звонок другу. Соответственно, у вас на двоих один звонок. И также возможность спросить прохожего. Соответственно, давайте первый вопрос «А что Тим Бернас Ли впервые явил миру 6 августа 1991 года?» Могу повторить вопрос? Сейчас, секунду. Что вы там гуглите? Лучше не гуглить. Так, отвечаю, знаю-не знаю. Ну тогда я не знаю. Что такое Бернас Ли? Это не школьная программа. Тим Бернас Ли, это что, я ввел в интернете школьные вопросы. Я их задаю школьные вопросы. Смотрите, давайте я вам дам небольшую подсказку. А сейчас вы этим пользуетесь каждый день, абсолютно каждый день. Я уже гуглила. Да? Ну ладно, давай. Уже поздно. Мне было интересно, кто это. Создатель URL, HTTP, HTML и всемирной паутины. Вебсайты, всё верно. Хорошо, давайте. Авансом вы заработали 5 тысяч долларов. Ну это не школьная программа. Нет, конечно, типа могло бы быть такое, но мы это не учили в школе. Я понял. Хорошо, давайте. Не обращайте внимания, она женщина, ничего не. Да, она отлично школу закончила. Ну сейчас смотрите, современная школа, как бы современный вопрос, там может быть и учат сейчас. Я тоже закончил школу давно. Сейчас, да, сейчас учат. Давайте, следующий вопрос. Следующий вопрос будет с вариантами ответов. То есть здесь ещё нужно немножко доли везения. Сколько стран в Африке? Варианты ответов. 51, 52, 53 или 54? Так, варианты ещё раз. Сколько стран в Африке? Варианты ответов. 51, 52, 53 или 54 страны в Африке? Ну там, мне вообще кажется, что их больше 50. Ну вот он, это варианты ответов. То есть здесь один из них. 54 больше всего. 54 это правильный ответ. Возработали уже на двоих 10 тысяч долларов. Готовы к следующему вопросу? Подожди, ты человеку позвонили. Хорошо, давайте даже остановимся. Что у нас километрами не шли? Слушай, пока стоим, попейте меня, мне надо бинтами похилиться. Девушка, а он вас что, бьёт, что ли? Ну это у нас семейная разборка на самом деле. А посуду там не помыло, как бы. Семейные разборки, маникой. Да, спасибо за то, что не были равнодушными. Да, просто странно, на обочине не сбивают. Ну, случается такая ситуация. Всё, он тут-то. Всё тут-то. Ну всё, продолжаем движение. Так, давайте, следующий вопрос. Какая страна подарила Соединённым Штатам Америки статую свободы? Франция. Ой, отлично. Прям знали, да, с самого начала? Конечно. Ну это такой, да, реверный вопрос. Отлично. Да, это Франция, действительно. Зарабатывайте уже 15 тысяч. Три правильных ответа на вопросы. И давайте перейдём к следующему. Как называют учёного, который изучает горные породы? Ну, маунтен это, маунтен это гора, значит, как-то надо что-то придумать. Ну, что-то придумаете, получается. У вас, если что, есть звонок и возможно спросить у прихожего. А геологист подойдёт? Ну, кстати, очень близко, но... Вот второе, как вы сказали? Геолог. Геолог, это правильный ответ. Зарабатывайте 20 тысяч долларов. Не знаю, какое это совпадение, но у меня следующий по вопросу, по списку. Каких три вида пород камней существует? Сюда у нас вопросы про камни, давайте. Каких три вида пород камней существует? Три вида, честно говоря, я даже вида не назову. Ну, вы как раз-таки есть вариант использовать подсказку, позвонить кому-то. Может быть, кто-то знает, может, у вас есть на примете какой-то знакомый геолог. Ну, вот мы минералы, вот женщина говорит. Я не знаю, к чему это. Нет, такого нету в этом перечне. Есть одно название такое, вот, а дождь, как по-другому называют? В прогнозе погоды, как называют то, что будут завтра? Не дождь, а по-другому. Град. Нет-нет-нет, град это уже другое значение, а вот именно дождь как-то в другом еще называют. Женщина орет осадочной породы. Вот, осадочной породы, верно, да. Еще два. Давай мы будем звонить. Давайте, давайте. Одна из пород очень связана с лавой, то есть это по-другому еще как-то называют. Ну, это уже проще, магматический. 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 И последний вариант остался. Женщина говорит, метаморфический. Метаморфический. Все верно, три породы вы назвали. Женщина, ты узнаешь, что ли? Женщина-геопод получается. Так, но вы на двоих заработали 25 тысяч ловров, соответственно, деньги передаю мужчине. То есть мужчина должны быть деньги, поэтому мы там уже сами разберетесь, кому сколько. Все, мы с вами доехали, спасибо за участие. Может быть, наткнетесь на одной видеоплощадке на данный видео. Всем всего доброго. Давай, удачи. И на этом наш видеоролик, который к концу. Спасибо каждому, кто посмотрел это видео до самого конца, подписался, поставил лайк. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.